Сезон новый, а традиции у нас старые. Пётр Павлович, что вы нам принесли? Подарки, подарки, подарки. Так, мы все... мы все? Мы все отдыхали в этом году, да? Да, да, да. Все съездили в отпуск, все полежали на пляже, поскупались. Да, магнитики. И я к вам, в общем-то, тоже как бы с пляжной сумкой посетил, так сказать, один знаменитый курорт, поселок Абрау-Дюрсо. Если вы смотрите нас на ютюбе, то вы увидите, что в нашей сумке есть розовый брюн. Розовый брюн, Абрау-Дюрсо, Виктор Дровини, сделанный классическим методом. Я пошла, ребят, работайте вообще. Там, кстати, куда пошла? Куда? Я получила все, что хотела с этой программы. Как это? А ракушка. Ладно, давай ракушку. Обещанная ракушка Геленджик. Это я человек невыездной, как многие у нас в городе. Значит, это ракушечка. Ракушку-кушку и слушать море. Ну и, короче, такие классические вещи. Магнитик. Все непременно, спасибо. И фруктовая пастила, то, что продается на рынке. Конская колбаса. Нет, это пастила, кстати, классная вещь. Может быть, я открою тебе тайну, но у нас... Мы общаемся с жестами. Да, все сотрудники телевидения, особенно съемочные бригады, которые выезжают, всегда общаются... Ну, ты видел, наверное, на съемках мы друг другу пальцы показываем. Это мы не посылаем друг друга, это мы так общаемся. Это оператор понимает, что надо снимать, либо, наоборот, говорит журналист, что надо посмотреть. Так вот. Мы хотим проверить, знаешь ли ты наш язык. Давайте. Итак, мы тебе будем говорить фразу, а ты ее должен жестами нам показать. Как ты скажешь, что... Что этого человека нужно поощрить, нужно дать ему премию. То ли гуля похоронил, то ли денег дал. То ли похоронил. Окей, вторая фраза. Этого чувачка пора бы уволить. Пусть переоденется. О, Господи. Я не знаю. Последняя фраза. Срочно в эфир. Вперед к светлому будущему. Пойдем писать программу. Мы пока к светлому будущему и пошли писать программу. Хабиб и Конор, Кокорин и Мамаев. Открытие 4 КПП, пенсионная реформа, а также новый сезон на канале 16. О чем говорит город, говорим и мы. Обсуждаем самые интересные, на наш взгляд, события последних дней. В эфире соседский Wi-Fi, в студии Кирилл Васенин. И Лидия Шулаева. Подключаемся. Кирилл, наконец, 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 мы снова в эфире. Мы вернулись. Ура, ура, ура. Я очень рада. И я очень благодарна тебе вот за такой прекрасный презентик, который ты мне привез из отпуска. Посмотрите, посмотрите, здесь мой любимый президент. Вот, спасибо тебе большое. А, он у тебя просто единственный. Откуда ты знаешь? Ну, я надеюсь, что это тебя один президент. Ну, давай мы оставим это за кадром. Мало ли, сколько у меня президента. О, ладно, окей. Кстати, мой любимый президент подписал не очень любимый всеми закон о повышении пенсионного возраста. Я знаю, что тебя этот закон особо сильно тревожит. Почему-то. Я вообще всегда... Чувствуешь приближение старости. Всегда так нервничаю от этого, да, боюсь не тожить просто, как всегда. Я думаю, что, между прочим, этот закон, он направлен на повышение продолжительности жизни. Потому что люди у нас принципиальные, и они сейчас будут... Вот из принципа доживут. Да, да, да. И потом ей воспользоваться самое главное. Конечно, конечно. Поэтому мы очень правильно запомнили. Мне кажется, вот сейчас этот закон примут, и через несколько лет наши пенсионеры вместо огородов и дач поедут таки на Кипр, наконец-то. Кирилл, ты какую-то ерунду, честное слово говоришь. А как же помидорчики, огурчики? Какой Кипр? Ты что несешь вообще? Мне кажется, помидорчики и на Кипре растут. Вот это моему папе расскажи, он свои помидоры и огурцы ни на какой Кипр не променяет. Кстати, друзья, если вам удастся когда-нибудь в жизни попасть в гости к Лиде Валентиновне, обязательно попробуйте огурцы. Это лучшие в мире огурцы. А огурцы попробуйте обязательно. Перфекто. Вот, и между прочим, на волне принятия вот этой вот пенсионной реформы все почему-то ругают бедных наших депутатов. Говорят антинародные законы, они и понимают. Ну, а им такие они, да. Неправда. Есть у тебя другое мнение? Неправда, да. Я тебе расскажу сейчас о том, что для нас сделали наши депутаты. Между прочим. Для нас с тобой? Для всех, для нас, для всего народа, Кирилл. Давай. Одна известная партия пришла в Госдуму и говорит, дорогие коллеги, мы предлагаем отменить все акции и скидки на алкоголь. Вот никаких акций и скидок на него быть не должно. Я, наверное, понимаю, о какой партии ты ведешь речь. Это не единая Россия. Крайне экспрессивный председатель. Лидер, да, да, говорит, никаких скидок, все за полную стоимость. На что, знаешь, что депутаты сказали? Идите лесом. Друг. И проголосовали против. Народный, антинародный закон, антинародный закон не прошел. Впервые в жизни депутаты не решили нас самого ценного. Да, да. Ты понимаешь, что они для нас сделали? Да. А вы депутаты, бешеный принтер. Да любить таких депутатов надо ценить и уважать. Мы все помним, что алкоголь вредит здоровью, а вот спорт нет. Очень много вообще спортивных новостей, пока мы с тобой были на каникулах. Конец нашего с тобой отпуска вот просто бурлил новостей. Слушай, мне все прожужжали уши просто отовсюду. Хабиб и Конор, Хабиб и Конор, Хабиб и Конор. Что за история вообще? Я знаю, что они дерутся, два мужика. Почему так много шума вокруг этого? Я девочка. Бои без правил. Ну да, они там ножками, ручками мажут. Двух мужиков запускают в огороженное пространство. И они там дерутся, кто кого победит. Боже мой, какой-то сильной европейской толерантностью попахивает два мужика в замкнутом пространстве. Один другого побеждает, а потом другой. Шлем, шлем. Почему так много шума? Все началось с того, что Конор сказал, я вот такой, я всех побеждает. То есть он себя преподнес экспрессивно. Так, слушай, Конор же это проиграл? Так да, в том, что сначала Конор сделал, грубо говоря, вот этот небольшой хайп на себе сделал. А, я непобедимый. Да, я, 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 меня, меня. И вызвал на поединок обладателя этого пояса, который, собственно, вот Хабиб. Он защищал свой пояс, как бы, свое звание в легком весе этого чемпиона. И он этого Конора. Да, а Хабиб немножко по-другому. Оттуда сказал, что ах ты такой, и воспринял все это не как вот какую-то шоу и вот это, да. Отличная обида. Ну, не личная обида, а как именно вызов к себе. Он же горец. Чем-то, 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 борода, шапка, попах, все дела. Ну, и, собственно, вышел на ринг, если Конор выходил, ну, все, наверное, видели вот эти видео, как он выходил на ринг. Хабиб вышел и просто отделал его подходы просто, да, вот, если сделать аналогию с Брином, то его положили, потом подкинули, перевернули и снова положили. Еще один прикольный бой без правил, который активно муссируется в СМИ, это наши замечательные футболисты Кокорин и Мамаев, которые, в общем-то, не первый раз уже в около футбольной теме прогремели не лучшим образом. Ну, опять-таки, для тех, кто не знает, это два. Наши футболисты Кокорин и Мамаев устроили две драки восьмого. За один день. За один день. За один вечер даже, наверное. Нет, это было утром. Ну, кстати говоря, это те самые два чувака, которые... В Монте-Коро пили, да, кресту пили из горла, из бутылки. Ну, если тогда это для них прошло безболезненно, ну, у них пальцем потыкали, фу-фу-фу-фу-фу, вы стрёмные, лучше бы в футбол играли. Я не знаю, что будет к моменту выхода программы в эфир, но вот на момент записи программы они получили 48 суток и отдыхают сейчас в ИВСе. Да, они зырится, уголовное дело. Уголовное дело. До семи лет лишения. Да, подтвердится ли нет, но... До семи лет. Ну, обидно. Самая смешная шутка, которую я слышал по этому поводу в интернетах, это, что, когда они пришли на допрос, они сказали, что это они, потому что они не попадают. Они никого не бьют, потому что они бы не попали. И опять двое мужчин, которые близко прижимаются друг к другу. Это у нас сегодня подозрительная европейская программа. У нас сегодня в гостях тоже мужчины, можете с ним поприжиматься друг к другу. Он придет на диван. Поговорим о Саровских новостях. Наша многострадальная КПП номер 4 обещает открыть уже 19 октября. Подожди, ты веришь? Я бы поаплодировал. Мне кажется, это сильно сократит дорогу домой. Ну, во всяком случае, даже если это на 20, сократит дорогу домой. Просто, Кирюш, это открытие переносили раза три, наверное. Ну, там уже сейчас уже готово. Даже губернатор дважды там был. Это было еще готово, когда, еще не будучи губернатором, будучи в Рио, Глеб Никитин приезжал к нам по августу. Там все было готово. Он сказал, к сентябрю откроем. Такое месяцок то. Да, уж почти ноябрь. Ну, вот, поэтому... А что? Ну, главное... На самом деле, мне кажется, что будут даже те, будут недовольны открытию этого КПП. А где, почему? Местные жители же, это же было лучшее место, чтобы поездить на велосипеде, погулять с ребенком, погулять с собакой. А я знаю, что Дарья Нашицы-Порыгина там бегает, например. Да. Да, на самом деле, там это просто было мягко для тех, кто хочет что-нибудь делать на нормально асфальтированной площадке, без ям, без дыр, без сил. Я думаю, что обязательно найдется кто-нибудь, кто скажет. Ну вот, открыли. Перед тем, как начнем обсуждать новый сезон, узнаем, чего же обсуждают в интернете. Наташа, тебе слово. Понеслась. После повышения пенсионного возраста и НДС, казалось, мы уже готовы ко всему, но нет. Канал «Лентач» на днях сообщил, что Центр стратегических разработок подготовил предложение по реформе ТСЖ, которое включает солидарную ответственность его членов за коммунальные долги соседей. Другими словами, если сосед не платит коммуналку, то это делаете вы. Впрочем, оплатив долги, все же можно взыскать деньги с неплательщиков. В случае, если собственник допустил не менее чем полугодовую задолженность, обеспечением по долгу станет его квартира. Просто готовый сценарий для фильма «Соседи на тропе войны 3» какой-то. На днях министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова заявила, что прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц – раз плюнуть. Сама, мол, 20 лет мяса не ем и вам не советую. А макарошки так и вообще всегда одинаково стоят. Как пишет Медиаликс, услышав про 3,5 тысячи рублей, депутат Николай Бондаренко предложил министру устроить потребительскую дуэль и в рамках какого-нибудь телешоу попробовать прожить на эти деньги. Однако Соколова отказалась, аргументировав, что «наш с вами статус не позволяет», но пообещала составить коллеге месячное меню на оговоренную сумму. Пока телеканал 360 ТВ выяснял, сколько зарабатывает Соколова – 2 миллиона рублей. Наталью уволили. Впрочем, жить на 3,5 тысячи рублей ей не придется. Муж министра-диетолога владеет несколькими предприятиями, в том числе рыбным заводом. Кроме зарплаты, теперь уже бывший министр получала и материальную помощь от губернатора. Но макарошки, видимо, все-таки не хватало. За годы работ ей 4 раза выплатили по 100 тысяч рублей. В последний раз – в прошлом году. Пока одни спортсмены громили сапса на кофейне и лицу людей, другие – в высоких резиновых сапогах и рабочих перчатках, на перегонге с бульдозером швабры убирали грязь из домов обычных людей. На днях знаменитый на весь мир испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел на улицу вместе с отечественниками, чтобы помочь им справиться с последствиями наводнения на Майорке. По данным Медиаликс, он также открыл двери своей теннисной академии для всех, у кого больше нет дома. Ну и чтобы вы точно убедились в том, что настоящие звезды – люди простые, вот вам Алла Пугачева в пятерочке. Кстати, в утренние часы там действует скидка для пенсионеров. А к нашему соседскому вай-фаю подключился наш гость – Петр Смирнов. Петр, привет! Не первый раз ты у нас в гостях. Третий, друг у нас, третий. В этой роли, Петр, ты у нас впервые. Дорогие наши зрители, у нас в гостях новый генеральный директор канала «16» Петр Павлович Смирнов. Здравствуйте, Петр Павлович. Теперь не получится остро шуть. Так что, Кирилл, теперь шутим аккуратнее. От этого зависит наша зарплата. Да, поэтому прижимайся, ты же хотел прижимать. И говорить о мужчинах, которые прижимают. Скажите нам, пожалуйста, а вы толерантный человек. Ты мне пароль не скажешь? Толерантный. Вы толерантный человек, Петр Павлович? Все, подожди, пароль не буду. И буду толерантным. Все. Толерант ли вы человек, Петр Павлович? Конечно, как же. Всех любите, всех воспринимаете? А как вы относитесь к танцам мужчин вокруг шеста? Не смотрю на них. Но они имеют место, да? Они имеют место, да? И я поэтому не смотрю. Имеют право на существование таких. Ну, наверное, кто-то любит это. Вопрос к чему? Как-то неожиданно в городе всплыло одно видео в местных соцсетях о том, что в одном из ночных клубов у города весьма себе весело отдыхали младые люди. Была какая-то развлекательная программа. И Кирилл приходит и предлагает, а давай мы сделаем 18+, 23 часа, и после вот такой вот контент. Зачем? Ну, вы генеральный директор. Пайк не пройдет. Не пройдет. Ну вот, Кирилл, зарубили твою тему. Не пройдет. Могло бы прокатить. Ладно, о серьезных вещах. О серьезных вещах. Петр Павлович, что ждет наш замечательный канал в 16-м сезоне? Это у нас юбилейный сезон, дорогие телезрители. В феврале нам исполняется 25 лет. Это 25-й телевизионный сезон четверть века. Мы в эфире вместе с вами, мы для вас, и это очень здорово. Что ждет? Расскажите нам, наш новый директор. Правильно, ты сказал, что это 25-й сезон. 25 лет в феврале 2019 года исполняется выходу канал 16 свет. Я считаю, это достаточно большая эпоха была. У нас будет самодольчик. Ну, это, конечно, можно подумать. Это, конечно, не для программы. Это мы вырежем для Ютуба. Мы это не вырежем. Значит, что нас ждет? Что нас ждет? Что нас ждет? И что ждет вас, наши телезрители? Новые программы. Да, во-первых, конечно. Будут много новых акций, в том числе социальных акций по сбору средств, для помощи тем, кому она необходима действительность. Ну, да, наша традиционная акция. Это была, на самом деле, очень эмоционально значимая, мне кажется, для людей, именно для зрителей. Потому что когда ты помогаешь, это вообще здорово. Да, и дорогие наши зрители, отзывчивые наши зрители, мы объявляем старт акции, мы помогаем к Новому году. Мы будем формировать подарки для бабушек и дедушек, которые нуждаются в помощи. В прошлом году было очень здорово, и в этом году мы хотим повторить. И мы знаем, что вы нас поддержите, потому что вы самые отзывчивые. К новым продуктам мы, канал, еще вернемся. Но я думаю, главный вопрос, который интересует очень-очень многих, вообще, как ты ушел из ВНИЕФ это? Ну, как, как? Как? Кирилл, 18 раз! 17! Это я его хотел подшутить. Люди годами пытаются попасть, хоть уборщицей, хоть кем-нибудь, хоть уборщиком. Вы в НИЕФ закрепиться и дальше развивать свою жизнь. На самом деле, сложно прийти в ВНИЕФ. То есть, это либо ты, условно говоря, после института попадаешь, как молодой специалист, либо тебя отберут, где ты движешься, начиная, может быть, с уборщицей, или еще как-то работаешь и повышаешь свою кульфикацию, свою должность и так далее. Но уйти надо гораздо проще. Написать заявление, и через две недели ты свободен. Не, ну, написать-то заявление, это полдела. А морально вот это, мне кажется, что... Ручечкой ты по бумажке-то это легко, а вот принять это решение... Ну, слушай. Это же, как это все говорят, ВНИЕФ это стабильность, ВНИЕФ это надежность, это гарантированное будущее. Я сижу в своем кабинете, получаю свою нехилую зарплату, не 30 тысяч ты там получал рублей. Все мы видели ваши отчеты, да, самый богатый депутат, думы и все такое. Олигарх. Олигарх практически. И тут ты бросаешь свою непыльную работку, свою хорошую зарплатку. И идешь на канал, где надо пахать, пахать, ведь у нас надо работать. Ну, вообще-то я привык работать в достаточно высоком темпе. И вот я, честно говоря, про себя не могу сказать, что я там ничего совершенно не делал, так это совершенно не променяет история. Это на самом деле, это просто есть некий стереотип, он не всегда срабатывает, но тем не менее, когда ты смотришь на людей, которые там в три часа ушли домой из ВНИЕФа, и уже все, они закончили рабочий день, просто уже падает планка, и говоришь, что никто не работает. Ну, давай, говори так, смотри, все-таки ВНИЕФ, это государственное предприятие, да, обеспечит определенную, ну, как бы, функцию, что это, да, для самого государства, в первую очередь. То есть мы разрабатываем тут, как мы их называем, изделия, и каждый человек, каждый сотрудник ВНИЕФа, я уверен, выполняет ту функцию, которая на него возложена. Смотри, ВНИЕФа, ведь ты из него не вышел еще. Да, не вышел, не вышел, подождите. А может, уйти из ВНИЕФа, но ВНИЕФ никогда не уйдет из тебя. Да, 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 поэтому говорить, конечно, вот то, что есть люди, которые, конечно, заканчивают рабочий день, там, полчетвертый и так далее, но вопрос, во сколько он у них начинается, в каких условиях они работают. Понятно, понятно, подожди. Он их защищает. Да я говорю, он Гнеповец еще. Я не защищаю никого, я просто говорю, что... Тяжело далось решение. Здесь сложные производства, связанные с определенным риском, условия, с вредностью. Сложно было решение. Сложно далось решение. Да нет, вообще не сложно. Так много денег предложили. Целый месяц думал. В одном телеграм-канале написали, что зарплата Смирнова настолько велика, что придется сокращать штат канала 16. Давай только не меня увольнять. И, может быть, не меня. Договоримся. Не, на самом деле, зря вы так. Не его, да. Вот его тоже не надо. Вот не того товарища за камерой. Да, да. Вот мы тут остаемся работать. Хорошо, договорились. Зря вы так, на самом деле, потому что... Я работаю за еду. Ну, наверное, да. Ладно, не будем. Как отреагировали? Да нет, нет, нет. Не, ну, слушай, ну, подожди, дай сказать. Давай, говори, говори, говори. Почему мне удобную позицию, как всегда? Еще не поставили даже о чем-то. Значит, мое мнение следующее. Телевизионный канал, вообще средство массовой информации, оно основано на людях, технику вторичную. Те, которые работают здесь, сотрудники телеканала, это главное, что есть в телеканале. Поговорил всегда я. Наши журналисты, наши операторы, наши режиссеры монтажа. Растащил меня на цитаты сейчас, понимаешь, Кирилл? Все эти люди вкладывают каждый день часть себя, часть своей души, своего творческого потенциала. Хватит говорить моими словами. Да подожди ты. Часть себя и творческого потенциала в то, чтобы наши зрители, наши горожане, наши с вами соседи, можно сказать, получали объективную, оперативную информацию о том, что происходит в городе. Чтобы вот это вот все, вот то, что мы сейчас сидим и здесь говорим, выходило в эфир каждый день. Петр Павлович, я, конечно, понимаю, что ты главный, но ты сейчас только что мои слова забрал. Вы видели когда-нибудь, как вселяется в человека? А я уже давно сказал, у нас с тобой телепатическая связь. Нет, я тебе проговорила, о чем я буду говорить. Ты сидишь, думаешь, ну, значит, я запомнил, все хорошо, с памяти все хорошо. Вот, вернемся к новому сезону. Предлагаю начать с тебя, Кирилл, потому что, я знаю, твое дополнительное время обновляется, обновляется дело по плечу, будет много всего интересного. Вот, полторы минуточки, полминуточки. Ну, на самом деле, спортивная программа, как показала практика, даже несмотря на то, что я слышал такой тезис о том, что, ну, и что, там, спортивная программа, как только перестает появляться, сразу возникает вопрос, а что вы перестали рассказывать? Поэтому я делаю вывод, что программа необходима, спортивная, это некий дайджест такой, в котором мы последние спортивные новости за неделю, спортивные какие-то события, которые, наоборот, произойдут раньше, мы обязательно о них рассказываем, обязательно стараемся встретиться со всеми спортсменами, которые так или иначе защищают через город. Рубрички у тебя новые. Да, обязательно будут рубрики, пока некоторые из них пускай оставятся тайной, надеюсь, что мы их проработаем, как надо, они понравятся зрителям, и они примут в них участие, потому что программа будет интерактивной. И я очень на это надеюсь, что вот все получится, получится так, как я себе придумал. Ну и Дело по плечу тоже получила новое оформление, и это новые профессии, новые эксперименты над Кириллом. Кирилл, кстати, очень смелый товарищ, он залазит везде, поднимается куда угодно. На самом деле, очень часто сталкиваются, когда мы приезжаем на съемку Дело по плечу, совершенно посторонние люди, проходя мимо, говорят, ой, что это вы тут делаете? Мы им объясняем, что мы снимаем программу, такие, о, классно, а к нам придете? Это интересно, то есть хотелось бы опять-таки сказать, что мы, в общем, всегда открыты для диалога, мы всегда открыты для всяких предложений, если у вас есть интересная профессия, о которой вы хотели бы рассказать, показать ее изнутри, милости просим, приходите, мы к вам приедем. Да, кстати, мы открываем комментарии на Ютьюбе, поэтому пишите, жалуйтесь, ругайте, хвалите. Мы просто хотим быть более открытыми, в том числе и к критике, потому что не устану повторять эту фразу, мы делаем телевидение не для себя, а для зрителя, то есть для вас, наши дорогие. Новая программа о культуре. Да, и не забывайте подписываться на Ютьюб-канал. Да, подписывайтесь на наш Ютьюб-канал, ставьте лайки, дизлайки, да. Как сказал один замечательный журналист, эталон журналиста для меня на своем Ютьюб-канале, только подписка на Ютьюб-канал гарантирует вам своевременную расстановку лайков и дизлайков. Поэтому подписывайтесь, да, на наш Ютьюб-канал. У нас появляется программа о культуре, возвращаются программы, которые уходили на каникулы еще в начале лета. Да, очень много спрашивали про книжную полку, когда вернется книжная полка. Люди подходили и говорили, я новую книгу прочитал, я хочу рассказать. Возвращается наш кинокайф, все о кино и не только. Ура, девочки, уже, я могу точно сказать, что девчонки уже пишут новую программу. Уже куча всего отснята. Это просто какой-то космос, что они делают, поэтому обязательно смотрите. Возвращаются размышляйки, мы даем слово нашим детям. И появляется новая рубрика «Хочу сказать», в которой мы даем слово не только детям, и мы даем слово вообще всем-всем-всем жителям нашего города. Петр Павлович, может, ты чуть-чуть поподробнее расскажешь об этой идее? В торговом центре «Атом» будет установлен некий баннер с логотипом этой передачи. «Хочу сказать» будет крупными буквами написано. «Хочу сказать», да, крупными буквами «Хочу сказать». И в определенное время там будет работать камера с оператором. И любой человек, любой житель города может подойти и сказать все, что он, условно говоря, захочет. Передать поздравления, похвалиться, кого-то поругать, пожаловаться и так далее. Поэтому уже очень скоро ищите в ТЦА «Атом» наш пресс-вол с надписью «Хочу сказать». Ищите нашего оператора, вставайте перед камерой и говорите то, что вы хотите сказать. Я думаю, время выхода и работы оператора мы, наверное, обязательно проанонсируем. Мы обязательно проанонсируем еще раз, когда это начнет работать, чтобы люди знали, куда идти и что можно будет говорить. Конечно, остаются в эфире наши проекты такие, как... Новости. Новости, главный проект. Остаются исторические очерки. Иван Иванович такие вещи находит в истории нашего Сарова. Вы смотрели последнюю передачу про Чапаева? Реально, Чапаев связан с Саровым. Его потомок живет здесь у нас в Сарове. Присмотрите, если не смотрели. Остается наш телегид по Саровским магазинам. Это покупатель всегда прав. Все акции, все скидки в этой программе. Конечно же, наши новости, как всегда, самые оперативные, самые объективные. Актуальные интервью остаются, новые интересные гости. Соседский Wi-Fi с новыми гостями. И не забываем, что у нас выходят новости в НИЭФ. Новости в НИЭФ, да. В НИЭФовец Петре Павловичу все еще жив, поэтому... Бьется, бьется снизу. Новости в НИЭФ каждую среду, каждую пятницу. Смотрите все, что происходит на градообразующем предприятии. Это еще не все, потому что в голове все удержать очень сложно. А сколько еще всего не придуманного? Да, да, да. Юбилейный сезон, он только начинается. В первую очередь у нас. Кстати, друзья, если мы делаем все для людей, я предлагаю выйти на улицу и спросить, вообще, какие проекты в эфире нашего телеканала хотят видеть зрители. Да. Наконец-то стартовал новый сезон канала 16. Что-то мне кажется, я ересь, да, сейчас сказала. Расскажите, пожалуйста, канал 16 смотрите. Ну, конечно. Ой! Мы, значит, пришли по адресу. А расскажите, пожалуйста, какие программы вы хотели бы видеть в связи с открытием нового сезона? Ну, мне все нравятся передачи. В связи с тем, что двое детей, как бы хотелось, конечно, побольше детского чего-то. Развивающие какие-то, что увлекательные, чтобы с детьми играли с экрана, то есть, чтобы они увлекались в эту игру. Ну, может быть, кулинарные сейчас очень популярны. Мне очень нравятся новости, что происходит в нашем городе. Я очень этим интересуюсь. Была бы хорошая передача про автомобили. Можно уже начальную заставку сделать. Там автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Мы город ученых, да, и у нас обсуждается много чего. Ну, вот научная жизнь института и прочее, ну, очень бедная, скажем. Вот это вот было побольше. Больше транслировать спортивные передачи, разного рода виды соревнований. Сад, огород хорошая еще. Ну, и медицина, конечно. Ну, там, типа, надо драться, строиться и убивать ее, да. У нас никогда не будет такой передачи. Хотелось бы, наверное, больше для мам программ. Про моду тоже что-то интересное бы хотелось узнать. Ну, потому что все-таки хочется красиво одеваться и быть в теме. Вы знаете, я в основном новости смотрю, поэтому как бы основное только это. Мой папа обожает вас смотреть. Чтобы правильно улыбаться. Дайте улыбнемся туда. Стоп, снято. Мы услышали, что хотят видеть у нас на канале наши телезрители. Я думаю, какие-то их пожелания мы обязательно учтем и воплотим в жизнь. Вообще, Петр Павлович, новый директор, это какое-то новое видение на канал. Что нас ждет, что ждет зрителей, чему мы будем удивляться, чему мы будем радоваться? Ну, конечно, это планов огромное количество. И это, конечно, то, что должно стать интересным нашим зрителям. Ну, например, это спортивные трансляции, хоккейных матчей, ну, как, например, ХК Саров. Это прямые эфиры. Это прямые эфиры с интересными гостями, интересными лицами, персонажами нашего города. Возможно, Wi-Fi будет выходить в прямом эфире. Да, это было бы замечательно. Мы вот как раз до эфира... Вам придется постараться. До эфира мы с Кириллом говорили о том, что мы опаздываем, потому что мы пишемся в конце недели, выходим уже в начале следующей, и наши новости просто уже успевают устареть. Некоторые из них должны быть успевать. Да, да, да. А мы же все-таки программа «Реакция», мы реагируем, поэтому мы хотим в прямой эфир. Нет проблем, я думаю. Но если вы готовы, пожалуйста. Мы готовы. Поехали. Мы готовы, Кирилл? Да. Я вам могу. Хоть сейчас включайте, Константин, камер, мы начинаем. И, конечно, немаловажно. И я считаю, что это всем нам придаст некий стимул работать лучше. Это новая студия, которая сейчас планируется. Да, мы переезжаем. Мы переезжаем, друзья. Да, переезжаем на очень знаковое место. У всех все сломалось. Не знаю, будет ли, да, вот этот фон останется, наверное, получается. Я думаю, что ветер в другую сторону только пойдет. Ветер будет в другую сторону. Да, наверное, наверное. Дымок в другую сторону идти. Ну, в общем, планов огромное количество, и все они связаны с тем, что мы должны становиться лучше, интереснее и ближе к нашим зрителям. Знаете, Петр Павлович, программа «Соседский Wi-Fi» — это очень принципиальная программа. Да? Да. Мы не прогибаемся под наших гостей, и несмотря на то, что вы директор… У него есть острые вопросы ко мне. Директор, теперь наш начальник. У Кирилла все равно есть для вас острые вопросы. Генеральный директор отвечает на самые неудобные вопросы для него. Придуманные всей редакцией. Погнали. Поехали. Итак, первая ситуация, в которую ты попадаешь. Надо дать зарплату сотрудникам, а денег в кассе хватает только тебе. Как поступишь? Сотрудникам. Сотрудникам. А если честно? А если честно? Сотрудникам. Окей. Кость, выключи камеру, а сейчас? Сотрудникам. В уборе стоит очередь из сотрудников. Тебе не их терпешь. Будешь ли пользоваться своим положением, чтобы залезть я первым? Нет, дамы вперед. Там мальчики стоят. Кто более сладкий, тот идет первым. У кого ножки бритые. Необходимо всем идти на субботник. Все идут, а тебе лень. Какую отговорку придумали? Да, блин, я его сам организовал, а всех туда заставил идти. Никаких отговорок. Ты ему подготовил, да? Нет. Нет. А он депутат, он сейчас будет отвечать. Конечно, сейчас будет мелодия туда-сюда. Твой сотрудник нарушил твое указание, но это привело к успеху. Что он получит? Похвалу или наказание? Похвалу, конечно. А в начале? Если сотрудник не спорит с начальником, то это бесполезный элемент в коллективе. Вот видишь, я идеальный сотрудник. Ой, это вообще прям бесполезный. Тебя позвали на предыдущее место работы. И удвоили вознаграждение за эту работу. Твое решение? Нет. Прикинул, видимо, сколько зарабатывает, умножил на два. Сосравнил с тем, что получаем, и позвал, что... Ты заметил, что коллеги собрались что-нибудь в честь праздника употребить. Разрешишь или нет? Вместе с ними употребим. Идеальный директор. Дать 13-ю зарплату на работе или пусть сначала с 12-й заработают? Какая позиция ближе? А вот, кстати говоря, это одно из нововведений, о котором я размышляю. У нас будут 13-е зарплаты. Черт, другого вопроса больше нет. Да, мы корыстные, да, да. Поэтому действие нашего соседского Wi-Fi подходит к концу. Мы с вами увидимся ровно через неделю. Подключайтесь к нашему Wi-Fi и будьте в курсе событий. Пока-пока. Всем пока. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова